Пожалуйста, введите команду. Пожалуйста, введите данные для авторизации. Авторизация подтверждена. Пожалуйста, введите команду. Неверный формат или неизвестная команда. Доступ отображает общее описание особых условий содержания для указанного объекта. Синтаксис. Доступ. Номер SCP-объекта. Уровень допуска. Имя пользователя Джонатан Вэнс. Должность лаборант. Участок 179. Отображение SCP-2317. Уровень допуска 0. Объект номер SCP-2317. Классы объекта данные удалены. Особые условия содержания. SCP-2317 следует хранить в участке содержания 179 в укрепленной камере размером 3х3х3 метра. Вооруженная охрана должна осуществлять постоянное дежурство для предотвращения несанкционированного доступа в комплекс. Описание. SCP-2317 это деревянная дверь с рамой, первоначально созданная как дверь в подвал для особняка 19 века в Массачусетсе. После открытия двери любой человек, вошедший в нее, будет перенесен в иную реальность. Дальнейшая информация по SCP-2317 имеет первый для служебного пользования или более высокий класс секретности. Добро пожаловать в терминал прямого доступа SCP-iNet. Пожалуйста, введите команду. Пожалуйста, введите данные для авторизации. Авторизация подтверждена. Пожалуйста, введите команду. Вы пытаетесь получить доступ к файлу, имеющему класс секретности 1 для служебного пользования. Пожалуйста, примите во внимание, что доступ к данному файлу разрешен только сотрудникам с первым уровнем допуска, и что содержащаяся в нем информация может разглашаться исключительно по принципу служебной необходимости. Если вы хотите продолжить, пожалуйста, повторно введите ваши данные для авторизации. Имя пользователя – сержант Ганнибал Матерсон. Должность – помощник специалист по безопасности. Участок 179. Отображение SCP-2317. Уровень допуска 1. Объект номер SCP-2317. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-2317 следует хранить в участке содержания 179 в укрепленной камере размером 3х3х3 метра. Вооруженная охрана должна осуществлять постоянное дежурство для предотвращения несанкционированного доступа в комплекс. Все сотрудники, назначенные на SCP-2317, должны сменяться через 2 месяца пребывания в области содержания и проходить месячный курс психотерапии. Перед непосредственным допуском на участок назначенные на объект сотрудники обязаны пройти углубленное психологическое обследование. Они должны набрать минимум 72 балла по шкале подчиняемости миллиграмма, не состоять в браке, не иметь детей и проявлять безоговорочную преданность фонду. При нахождении в месте содержания лицам, назначенным на SCP-2317 в целях защиты их личности, будет выдана маскировочная шлема со встроенными преобразователями речи. Персоналу участка запрещено снимать данные предметы обмундирования в присутствии других сотрудников. В нерабочее время сотрудники должны находиться в одиночестве в своих личных помещениях проживания. Для выполнения процедуры 220 Калабасас на SCP-2317 необходимо ежемесячно назначать сотрудников класса D, который ранее был осужден за убийство. Во время процедуры 220 Калабасас как минимум один сотрудник с уровнем допуска 3-2317 должен постоянно следить за процессом ее проведения с помощью системы видеонаблюдения. По завершении процедуры весь персонал класса D обязан вернуться в свои камеры. В случае неподчинения будут активированы ошейники со взрывчаткой. Описание. SCP-2317 это деревянная дверь с рамой, первоначально созданная как дверь в подвал для особняка XIX века в Массачусетсе. После открытия двери любой человек, вошедший в нее, будет перенесен в иную реальность. Дальнейшая информация по SCP-2717 имеет второй для ограниченного пользования или более высокий класс секретности. Недостаточный уровень допуска. Добро пожаловать в терминал прямого доступа SCP-INET. Пожалуйста, введите команду. Пожалуйста, введите данные для авторизации. Авторизация подтверждена. Пожалуйста, введите команду. Вы пытаетесь получить доступ к файлу, имеющему класс секретности 2 для ограниченного пользования. Пожалуйста, примите во внимание, что доступ к данному файлу разрешен только сотрудникам со вторым уровнем допуска. И что содержащаяся в нем информация может разглашаться исключительно по принципу служебной необходимости лицам, прямо контактирующим с SCP-2317. Информация о вашем обращении к данному файлу, в том числе дата, время и местоположение, будет передана в администрацию по архивной информационной безопасности. Если вы хотите продолжить, пожалуйста, повторно введите ваши данные для авторизации. Ошибка авторизации. Пожалуйста, введите команду. Вы пытаетесь получить доступ к файлу, имеющему класс секретности 2 для ограниченного пользования. Пожалуйста, примите во внимание, что доступ к данному файлу разрешен только сотрудникам со вторым уровнем допуска. И что содержащаяся в нем информация может разглашаться исключительно по принципу служебной необходимости лицам, прямо контактирующим с SCP-2317. Информация о вашем обращении к данному файлу, в том числе дата, время и местоположение, будет передана в администрацию по архивной информационной безопасности. АП. АИП. Если вы хотите продолжить, пожалуйста, повторно введите ваши данные для авторизации. Авторизация подтверждена. Дата и время вашего обращения к данному файлу записаны и переданы в администрацию по архивной информационной безопасности. Имя пользователя – доктор Джексон Чехве. Должность младший научный сотрудник SCP-2317. Отображение SCP-2317, уровень допуска 2. Объект номер SCP-2317, класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-2317 следует хранить в участке содержания 179, укрепленной камерой 3х3х3 метра. Вооруженная хата должна осуществлять постоянный дежурство для предотвращения несанкционированного доступа в комплекс. В случае неподчинения будут активированы ошейники со взрывчаткой. Описание. SCP-2317 – это деревянная дверь с рамой, первоначально созданная как дверь в подвал особняка XIX века в Массачусссе. После открытия двери любой человек, вошедший в нее, будет принесен в иную реальность. Исследование данной реальности SCP-2317 Prime ограничено. Однако территория, доступ к которой дает SCP-2317, представляет собой соляное озеро площадью в несколько квадратных километров. Перед SCP-2317, на расстоянии примерно 10 метров, находится круг из 7 колонн. SCP-2317-A, SCP-2317-G. Диаметр круга – 10 метров. Размеры колонн составляют приблизительно 7 метров в высоту и 1 метр в диаметре. Колонны сделаны из мрамора и покрыты сложной гравировкой, художественный стиль которой не соответствует какой-либо известной современной исторической или доисторической цивилизации. Приложение 1. Процедура 220-Коллапсис. Процедура 220-Коллапсис – это ритуал, который необходимо проводить в астрономический полдень ежедневно, в тот момент, когда Солнце достигает наивысшей точки над SCP-2317. Для выполнения процедуры необходимо следующее. Данные удалены согласно приказу О5. Информация перемещена в документ 2317-220-Коллапсис с пометкой «Только для личного просмотра». Доступ к документу 2317-220-Коллапсис разрешен только сотрудникам с уровня допуска 3-2317 или выше. Неверное выполнение какого-либо этапа процедуры 220-Коллапсис может привести к концу света класса ХК. При возникновении любых сбоев или нарушений всему персоналу следует немедленно вернуться через SCP-2317 и закрыть дверь. После этого необходимо сразу же опечатать камеру содержания, объявить режим чрезвычайной ситуации уровня 2 и сообщить о случившемся совету О5. Дальнейшие инструкции будут предоставлены сотрудникам участка в соответствии с чрезвычайной процедурой Захария. Дальнейшая информация по SCP-2317 имеет третий, секретный или более высокий класс секретности. Достаточный уровень допуска. Добро пожаловать в чрезвычайную прямую доступность SCP-i.net. Пожалуйста, введите команду. Пожалуйста, введите данные для авторизации. Авторизация подтверждена. Пожалуйста, введите команду. Вы пытаетесь получить доступ к файлу, имеющему класс секретности 3. Секрет. Пожалуйста, примите во внимание, что доступ к данному файлу разрешен только сотрудникам с третьим уровнем допуска, прямо контактирующим с SCP-2317. Продолжение работы безнадлежащего разрешения повлечет дисциплинарное взыскание вплоть до применения амнезиаков класса D широкого спектра с последующим увольнением со службы. Информация о вашем обращении к данному файлу, в том числе дата и время местоположения, будет передана в администрацию по архивной информационной безопасности. Если вы хотите продолжить, пожалуйста, повторно введите ваши данные для авторизации. Авторизация подтверждена. Пожалуйста, введите ваш личный идентификационный номер участника проекта. Спасибо. Дата и время вашего обращения к данному файлу записаны и переданы в администрацию архивной информационной безопасности. Имя пользователя доктора Виктория Феллини. Должный старший научный сотрудник SCP-2317. Отображение 2317 уровня допуска 3. Объект SCP-2317. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-2317 следует хранить в участке содержания 17-9 в крепленной камере 3х3х3 метра. Вооруженная охрана должна осуществлять постоянное дежурство для предотвращения санкционированного доступа в комплекс. Предыдущий параграф изменен следующим образом. Для выполнения функции помощника главного распорядителя необходимо ежемесячно назначать сотрудника с уровнем допуска 4. 2317 под видом сотрудника класса D. Среди персонала с уровнем допуска ниже 3-го будет распространена информация, что помощник был выбран из обычного пула кандидатов класса D. Всем лицам, непосредственно вовлеченным в процедуру 220 коллапсов, необходимо раскрыть истинные данные. К участию в процедуру 220 коллапсов запрещено допускать сотрудников, предварительно не сообщив им о том, что помощник распорядителя на самом деле не является сотрудником класса D, и что он не подлежит уничтожению в случае невыполнения приказов охраны. СП-2317 это деревянная дверь с рамой, первоначально созданная как дверь в подвал особняка XIX века в Массачусссе. После открытия любой человек, вошедший в нее, будет перенесен в иную реальность. Исследование данной реальности СП-2317 Prime ограничено. Однако территория доступа, которая дает СП-2317, представляет собой соляное озеро площадью в несколько квадратных километров. Перед СП-2317 на расстоянии примерно 10 метров находится круг из 7 колонн. СП-2317-A-СП-2317-G. Диаметр круга 10 метров. Размеры колонн составляют приблизительно 7 метров в высоту и 1 метр в диаметре. Колонны сделаны из мрамора и покрыты сложной гравировкой, художественный стиль которой не соответствует какой-либо известной современной. Исторической или доисторической цивилизации. Приложение. Процедура 220 Collapses. Процедура 220 Collapses это ритуал, который необходимо проводить в астрономический полдень ежедневно, в этот момент, когда Солнце достигает наивысшей точки над СП-2317. Для выполнения процедуры необходимо следующее. Два вооруженных сотрудника безопасности фонда с тремя или более высоким уровнем допуска. Далее охранники. Один сотрудник фонда с четвертым уровнем допуска. Далее распорядитель. Один сотрудник класса D, отвечающий требованиям, указанным в особых условиях содержания. Далее помощник. Данные удалены. Один нож с клинком из обсидиана. Далее нож. Одна серебряная кисть для окропления и сосуд, наполненный как минимум пол-литра святой воды, благословленный священником аврамической религии. Распорядитель, охранники и помощник открывают СП-2317 и проходят внутрь. При этом они попадают в СП-2317-прайм. Помощник входит первым. За ним следуют охранники, замыкает распорядитель. Охранники должны постоянно осуществлять наблюдение за помощником и быть готовыми стрелять на поражение в случае попытки его бегства. Распорядитель обходит все колонны, начиная с СП-2317А, ближайшая к СП-2317, и заканчивая 2317G. Обход ведется в направлении против часовой стрелки. Все шаги должны быть равномерными и ритмичными. На каждом втором шаге распорядитель с помощью кисти разбрызгивает святую воду в направлении центра круга. После одного обхода СП-2317А-G распорядитель окропляет святую воду голову помощника и произносит следующую фразу. Затем помощник совершает обход СП-2317А-G в направлении часовой стрелки, разбрызгивая смесь крови и воды в направлении центра круга. После этого обхода СП-2317А-G помощник становится в центр круга и выливает оставшуюся смесь крови и святой воды на находящийся там обесцвеченный участок песка и соли, произнося при этом фразу. Участники собирают все материалы, а все данный нож убирается в ножны. Весь персонал возвращается через СП-2317, который затем закрывают. Неверное выполнение какого-либо этапа процедуры 220-коллапса сможет привести к концу света класса ХК. При возникновении любых сбоев или нарушении всему персоналу следует немедленно вернуться в СП-2317 и закрыть дверь. После этого необходимо сразу же опечатать камеру содержания, объявить режим чрезвычайной ситуации уровня 2 и сообщить о случившемся совете О5. Дальнейшая инструкция будет предоставлена сотрудникам к участку в соответствии с чрезвычайным процедурой Захария. Дальнейшая информация по СП-2317 имеет четвертый, совершенно секретный или более высокий класс секретности. Недостаточный уровень допуска. Добро пожаловать к терминалу прямого доступа SCP-INET. Пожалуйста, введите команду. Пожалуйста, введите данные для авторизации. Авторизация подтверждена. Пожалуйста, введите команду. Вы пытаетесь получить доступ к файлу, имеющему класс секретности 4, совершенно секретно. Пожалуйста, примите во внимание, что доступ к данному файлу разрешен только сотрудникам с четвертым уровнем допуска, прямо контактировавшим с SCP-2317. Продолжение работы без надлежащего разрешения повлечет дисциплинарное взыскание, вплоть до немедленной ликвидации. Информация о вашем обращении к данному файлу, в том числе дата, время и местоположение, будет передана в администрацию по архивной информационной безопасности, АПАИБ. Если вы хотите продолжить, пожалуйста, повторно введите ваши данные для авторизации. Внимание! Ошибка авторизации. У вас есть 60 секунд для ввода верных данных авторизации. В противном случае вместо вашего пребывания будет направлена служба безопасности. Внимание! Ошибка авторизации. Авторизация подтверждена. Пожалуйста, введите ваш личный идентификационный номер участника проекта. Идентификационный номер подтвержден. Пожалуйста, посмотрите в камеру для сканирования сетчатки глаза. Неверное положение. Пожалуйста, сориентируйте зрачки ваших глаз, как показано на добавочном экране. Попробуйте еще раз. Спасибо. Дата и время вашего обращения к данному файлу записано и передано в администрацию по архивной информационной безопасности, АПАИБ. Имя пользователя. Доктор Кейн П. Кроу. Должность старший научный руководитель. SP-2317. Отображение SP-2317. Уровень допуска 4. Объект номер SP-2317. Класс объекта Кетер. Особое слое содержания. SP-2317 следует хранить в участке содержания 179 в укрепленной камере размером 3х3х3 метра. Вооруженная охрана. Субтитры создавал D-1. Субтитры создавал D-1. В SCP-2317H содержится SCP-2317K, далее обозначаемый как «существо». Следующая информация была получена на основании сейсмического анализа и данных глубинного радиолокационного зондирования, а также прямых наблюдений. Существо, по всей видимости, представляет собой тучное человекоподобное создание огромных размеров. В выпрямленном положении его рост оценивается в 200 километров. На голове существа находятся древовидные рога. Нижняя часть отсутствует. Все тело покрыто миллионами наслаивающихся друг на друга пластинчатых чешуек. В спину существа вделано 7 крупных крюков, каждый из которых с помощью массивной стальной цепи соединен с нижним концом одной из 7 колонн, выходящих из верхней части помещения. На момент составления данного документа 6 из 7 колонн или цепей повреждены или разбиты. Целой является только одна цепь. Приложение 1. Процедура 220 коллапсов. Процедура 220 коллапсов – это ритуал, который необходимо проводить в астрономический полдень ежедневно, в тот момент, когда Солнце достигает наивысшей точки над СПИД-20 и 17. Для выполнения процедуры необходимо следующее. Два вооруженных сотрудника службы безопасности фонда с третьим или более высоким уровнем допуска, далее охранники. Один сотрудник фонда с четвертым уровнем допуска, далее распорядитель. Один сотрудник класса D, отвечающий требованиям, указанным в особых условиях содержания, далее помощник. Один живой домашний петух, калус на месте, желательно находящийся в клетке в избежании сложности при транспортировке. КССП-2317 Прайм, далее цепленок. Один нож с клинком из апседана, далее нож. Одна серебряная кисть для окроплений и сосуд, наполненный как минимум пол-литра святой воды, благословленной священником аппараминческой религии. Один ядерный заряд, который необходимо активировать в случае катастрофического нарушения условий содержания. Распорядитель, охранники и помощник открывают ССП-2317 и проходят внутрь. При этом они попадают в ССП-2317 Прайм. Помощник проходит первым, за ним следует охранник и замыкает распорядитель. Охранники должны постоянно осуществлять наблюдение за помощником и быть готовыми стрелять на поражение в случае попытки его бегства. Распорядитель обходит все колонны, начиная с ССП-2317 А, приближается к ССП-2317 и заканчивая ССП-2317 G. Обход ведется в направлении против часовой стрелки, все шаги должны быть размеренными и ритмичными. На каждом втором шаге распорядитель с помощью кисти разбыскивает ССП-2317 А-G распорядитель окропляет ССП-2317 Голову помощника и произносит следующую фразу. Наложено печати 7, надето 7 колец, на 7 престолов сядет царь, окутанный в багрец. Распорядитель отходит на безопасное расстояние от помощника, который берет обсидиановый нож и убивает он цыпленка, совершая тем самым жертвоприношение. Кровь птицы смешивается с сосудью святой водой. Затем помощник совершает обход 2717 А-G в направлении против часовой стрелки, разбрызгивая смесь крови и воды в направлении центра круга. После одного обхода ССП-2317 А-G помощник становится в центр круга и выливает оставшуюся смесь крови и святой воды на находящийся там обесцвеченный участок песка и соли, произнося при этом следующую фразу. Кровь для старых богов, вода для нового царя. Участники собирают все материалы, обсидановый нож убирается в ножны. Весь персонал возвращается через ССП-2317, который потом закрывают. Неверное выполнение какого-либо этапа процедуры 220 коллапса сможет привести к концу света класса ХК. При возникновении любых сбоев или нарушений всему персоналу надлежит немедленно вернуться через ССП-2317 и закрыть дверь. После этого необходимо сразу же опечатать камеру содержания, объявить режим чрезвычайной ситуации уровня 2 и сообщить о случившемся совету О-5. Дальнейшие инструкции будут предоставлены сотрудникам участков соответствующей чрезвычайной процедуре Захария и могут включать детонацию расположенного в месте содержания ядерного заряда. Приложение 2317-2. История. ССП-2317 был впервые обнаружен в 1922-м. Данные удалены. Впоследствии объект был переведен во временный участок содержания 17. Обозначался так лишь в то время. В 1982-м объект был перевезен в участок содержания 17-9, где находится на момент составления данного документа. На момент первоначального обнаружения были разбиты 4 из 7 цепей. Три были целыми. Разрыв 5-й цепи прямо соответствовал событию в нашем мире. Разрыв 6-й цепи, произошедший в 3-й цепи, также совпал с намного более сильным событием, из-за чего погибло 2 миллиона человек. Анализ дополнительных материалов, полученных во время нахождения объекта под содержанием, указал на процедуру 220-коллапсус как наиболее эффективный метод осуществления содержания, пока не будет обнаружено способа починки или повторного присоединения вышеуказанных цепей. Условия содержания были изменены с учетом данной процедуры. Судя по имеющимся данным, сила событий в каждом разном увеличивается, на основании чего можно сделать вывод, что разрыв последней цепи SCP-2317-G приведет к концу света класса ХК. По этой причине необходимо прикладывать все возможные усилия для успешного проведения процедуры 220-коллапсус. Дальнейшая информация по SCP-2317 доступна только совету смотрителей. Добро пожаловать в терминал прямого доступа SCP-INET. Пожалуйста, введите команду. Пожалуйста, введите данные для авторизации. Примечание. Выточни себя за члена совета смотрителей и карается немедленной ликвидацией. Если вы ввели эти данные по ошибке, у вас есть 10 секунд, чтобы отойти от экрана до активации деструктивного визуального агента. Если данные верны, пожалуйста, введите личную ключевую фразу авторизации. Пожалуйста, примите во внимание, что если фраза не будет введена в течение 60 секунд, в ваше место пребывания будет выслана мобильная оперативная группа. Личность подтверждена. Отмена приказа срочного вызова мобильной оперативной группы. Пожалуйста, введите команду. Спасибо. Дата и время вашего обращения к данному файлу записаны и переданы в администрацию в архивной информационной безопасности. ОПАИВ. Имя пользователя О5-13. Должность. Действующий смотритель. Отображение СП-2317. Уровень допуска О5. Объект. Номер СП-2317. Класса объекта Аполлеон. Допуск. Все сотрудники О5. Сотрудникам с четвертым или более низким уровнем доступ разрешается, если они подтвердят под кодовым обозначением красный регент кошмара. Особые условия содержания. В данном случае пункт не применяется. Описание. СП-2317. Это первозданное существо, известное как Пожиратель Миров. Имя удалено намеренно. Кодекс Иришкеша свидетельствует, что оно было схвачено и пленено мистиками Иришкера примерно в 1894 до н.э. Ниже представлена выдержка из данного источника, касающегося этого события. И повел Кешепт свое войско числом десять тысяч на заоблачное королевство. И бились они там с Пожирателем. Достанется его имя навеки забытым. И создал тогда Кешепт со своим войском семь искусственных цепей из костей Еспитар, седьмой невесты ужасного Пожирателя. Достанется его имя навеки забытым. Исковал врага ими. И заточил его внутри жемчужины отца Устриц, что обитает под солнечным зеркалом в морском королевстве. И наказал Кешепт, чтобы врата в это далекое королевство оставались всегда запечатанными. Дабы ужасный Пожиратель достанется во имя забытым, не нашел путь обратно в наш мир. До сих пор не ясно, каким образом обществу Золотой Стрелы в 19 веке удалось создать врата во вселенную Карпа Эришкеш. Также не выяснена причина, побудившая их сделать это. Известно лишь то, что повреждения первым четырем цепям, сковывающим Пожирателем, были нанесены ненамеренно. Общество несколько раз раз разорялось, безуспешно пытаясь исправить причиненный урон, пока окончательно не распалось. Когда объектом завладел основатель. Планируем мы меры по содержанию. Имеется все основания полагать, что заключительное нарушение условий содержания произойдет в течение следующего столетия. Начиная от составления данного документа. Среднее время до начала нарушения оценивается в 30 лет. Все попытки восстановить или заменить цепи провалились. Все попытки повторно найти способ создания подобных цепей оказались безуспешны. В настоящее время ведется исследование по обнаружению альтернативных методов содержания. Но вероятность того, что что-то может удержать Пожирателя от входа в нашу Вселенную крайне мала. Особенно учитывая, что материала, который первоначально использовался для создания цепей, то есть костей и сухожилий другого Пожирателя, больше не существует. Главной угрозой является внутренняя паника или тревога. В целях поддержания боевого духа на должном уровне будет разработана и внедрена фальшивая процедура содержания. Процедура 220 коллапсис. Ее достоверность обеспечивается следующим. Включение элементов обычной ритуальной магии. Включение элементов распространенных религиозных обрядов. Включение элементов, связанных с другими известными оккультными организациями. Включение элементов, связанных с другими известными процедурами сдерживания. Включение отсылок на схожие, но не связанные с данным объектом оккультные сущности. Усиление защитной информации, касающихся отдельных элементов процедуры. Апеллирование к расхожему внутриорганизационному мему об эффективности термоядерного оружия против паранормальных существ. Хотя процедура 220-коллапсов абсолютно неэффективна, цель ее проведения составит создание видимости активности осуществления содержания для снижения тревоги среди персонала, пока не будет найдена более долговременная альтернатива. Одновременно с этим необходимо начать приготовление для обеспечения выжимания человеческой расы после нарушения условий содержания, поскольку большая часть подобных приготовлений схожи или полностью идентичны действиям, которые необходимо предпринимать во множестве других сценариев конца света класса ХК. Требуется лишь минимальное количество дополнительных ресурсов. Единогласно одобрено советом смотрителям. Пожалуйста, введите команду. Спасибо. Записи обо всех обращениях, осуществленных с данного компьютера за последние 24 часа удалены. Записи администрации по архивной информационной безопасности отредактированы. Осуществляется выход. Спасибо. Добро пожаловать в терминал прямого доступа SCP-INET. Пожалуйста, введите команду. Осуществляется выключение. Теперь питание компьютера можно отключить. Продолжение следует...